Всем привет! Меня зовут Юля. Я преподаватель по классу флейты, фортепиано и музыкальной грамоты. Я выступаю под псевдонимом Юлия Бонни, и уже в прошлом видео о легри я рассказывала, почему я выбрала именно этот псевдоним. Я работаю педагогом в Испании уже 10 лет. Начинала я свою работу в музыкальных школах, испанских музыкальных школах в городе Торревьеха, Гуардамар и Рохалис, постепенно переходя на русскую аудиторию. Сейчас мы создали музыкальную ассоциацию под названием Music and Harmony, в которой мы преподаем музыку как испанским детям, так и русским. Я считаю, что особенность нашего педагогического состава именно в том, что все наши педагоги играющие музыканты. Ребенку очень важно иметь пример для подражания, понимать, куда он движется, к чему он идет, и каков будет результат, или каким бы он его хотел видеть. Именно педагог может показать ребенку то, к чему он стремится. Мне почувствовалось преподавать как в России, так и в Испании. И я для себя определила положительные моменты как в испанском музыкальном образовании, так и в российском музыкальном образовании, что позволяет мне достойно сочетать эти две системы и понимать, где и как применим больше тот или иной метод преподавания музыки. В ходе моих наблюдений и полученного мной опыта я заметила определенные пробелы как в испанском, так и в русском образовании, музыкальном образовании. К сожалению, очень во многих школах используется один и тот же метод на протяжении 20-30-40 лет. И не всем педагогам, конечно же, выгодно менять этот метод или идти в ногу со временем. Музыка — это тот же самый язык. Язык, который живет, видоизменяется. У нас меняется характер общества, меняются его потребности. Даже если у педагога есть своя личная методика, она должна всегда быть живой и подвижной. На самом деле, многие музыканты, закончив музыкальное училище или консерваторию, остаются с вопросом, куда же мне теперь идти, что мне делать и где мое место. Я считаю, что это один из самых важных вопросов, который невозможно исключить из музыкального образования. Это дать ребенку понять, дать ученику понять, что он будет делать с этим знанием и как его можно применить. Одной из главных наших задач является поиск индивидуальности каждого ученика, поиск индивидуальности каждого музыканта, как личности, так и музыкального продукта. К сожалению, научившись играть на музыкальном инструменте, вы еще не артист, вам необходимо научиться работать с публикой, правильно говорить, красиво говорить со сцены, красиво двигаться. Поэтому я считаю, что детей нужно учить с детства, правильно использовать свой навык, понимать собственную индивидуальность, уметь выражаться, самовыражаться посредством музыки, уметь зацепить публику, уметь правильно двигаться, уметь правильно говорить, быть уверенным. На самом деле вашему ребенку пригодится это не только в музыке, это пригодится в любой профессии, правильно общаться с людьми и быть уверенным в собственной индивидуальности и в собственной уникальности. Когда ученик, находясь на сцене, преодолел страх публики, когда он почувствовал себя раскованно, когда он научился получать удовольствие от того, что он выступает перед публикой, тогда начинается истинное творчество, тогда раскрывается его потенциал как артиста, его внутренний мир. Именно поэтому я считаю, что очень важно, возвращаясь к теме педагога, чтобы педагог был играющим музыкантом, который мог бы передать опыт не только как исполнителя, но как артиста, что, как вы видите, совершенно две разные вещи. В нашей ассоциации мы не только даем уроки музыки, но еще и организовываем детский концерт для того, чтобы дети могли использовать свое знание и свое умение на практике. На самом деле, опять же, сравнивая с музыкальной школой, которая тоже, в том числе, обязательна для любого музыканта, сцена, к сожалению, для ребенка ассоциируется с каким-то экзаменом, потому что в музыкальных школах мы играем на сцене для того, чтобы нас оценили, для того, чтобы нам поставили оценку, где сидят в жюри строгие мужчины и женщины, и от их мнения зависит твоя оценка или поступление на следующий курс. Тем самым, когда мы учимся, у нас возникает к сцене не совсем правильное отношение. Мне бы хотелось, чтобы мои ученики, ученики нашей ассоциации, понимали истинное значение сцены, истинное понимание, почему они на ней находятся и что им необходимо дать зрителю. Мне бы хотелось полностью поменять мировоззрение и отношение к музыке и к выступлениям у наших детей, для того, чтобы они не просто наслаждались своим творчеством и своим исполнением, а для того, чтобы они еще и были востребованы в нашем современном обществе. А самое главное, что они должны понять, это то, что их самый главный, строгий и при этом очень благодарный критик – это их зритель. А самая лучшая оценка – это аплодисменты этого зрителя. Именно это понимание позволит детям побороть тот страх, который они испытывают во время экзаменов в музыкальных школах или консерваториях. В рамках нашей школы мы хотим вырастить настоящих артистов, людей, уверенных в себе, понимающих свою собственную уникальность, и людей, которые ищут свое место в этой жизни, в какой бы отрасли они не развивались. Я приглашаю вас всех на наши уроки, а еще лучше приходите на наши музыкальные концерты. Поймите, что музыке все возрасты покорны, и никогда не поздно начать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!